продолжаем создавать проект дома и сейчас мы с помощью команды помещения обозначим наименование всех помещений и укажем площади и так если вы закрыли менеджер объекта строительства то откройте его заново зайдите в библиотеке менеджер объекта строительства и подключите его и так давайте сейчас запустим команду помещения и начнем с кухни и так давайте укажем точку внутри контура вот посмотрите контур комнаты у нас выделен красным и на панели свойств нам нужно выбрать наименование помещения и списка давайте выберем кухня вот у нас кухня здесь автонумерация у нас стоит и здесь же у нас площадь показывается и давайте просто им кликаем посмотрите кухня 1352 квадратов так далее давайте обозначим вот это помещение здесь давайте выберем наименование комната так можно комната отдыха можно просто комната пусть будет просто комната опять же видите контур у нас красным выделен кликаем вот так же площадь 1352 далее давайте обозначим следующую комнату он следующее помещение она у нас будет гостиной давайте выбираем гостиная вот указываем это помещение кликаем так отлично здесь гостей будем принимать далее давайте укажем то это помещение это будет спальня а так ищем здесь наименование спальня так вот вот она так есть далее давайте вот это вот помещение обозначим это будет у нас тамбур выберем здесь вот тамбур указываем вот он 4 квадрата далее давайте укажем это помещение это у нас будет коридор пусть будет укажем выберем коридор так делал нас коридор указываем вот 68 квадрата и здесь тоже коридор 623 так и санузел мы с вами подписывать не будем что это ванна а этот туалет так как мы здесь еще будем с вами условно графическими обозначениями показывать туалет ванну то есть надписи нам помешается в принципе и так мы знаем что это у нас ванна туалет на этом плане мы этого делать не будем и так вот посмотрите да здесь у нас все помещения были как бы сказать внутри контура да тут легко компас сам нашел границы да и выделил если же у вас стенами какое-то помещение так не ограничено то можно указать контур вот определение контур по точкам кликайте по этой команде и уже точками этот контур создаете либо также можно определить контур по объектам так давайте я нажму стоп так в принципе обозначить помещение мы все с вами обозначили давайте сейчас запустим команду так вот это данная команда условно графические обозначения и давайте мы значит для начала создадим как покажем туалет давайте ниже бегунок опустим то есть вот у нас выбрана сантехнические приборы вот унитаз выбираем его и давайте унитаз поставим кстати вот эти условно графические обозначения которые здесь находятся они все при построении 3d модели также будут созданы так и так ставим унитаз если вам нужно сменить точку привязки нажимаете control пробел давайте унитаз ставим здесь вот привязка сработала кликаем унитаз у нас стоит так отлично далее давайте здесь мы поставим ванну так опять же бегунок поднимем вот у нас ванна сейчас мы установим вот посмотрите она у нас длиннее чем наше помещение и чтобы нам не гадать от сильной до стены сколько у нас длину чтоб нам так не указывать давайте правой клавишей кликнем так еще раз вот по длине так кликом правой клавишей вот кликнули и здесь видите можно выбрать длина кривой длина сегмента и вот между двумя точками выберите между двумя точками из этого списка и сейчас мы длину укажем указываем первую точку и вторую и вот видите расстояние тут 1740 видите уже компас сам все посчитал так ширину оставляем такую дать дальше давайте сменим точку привязки так нажимаем control пробел вот и здесь установим ванну отлично вот ванна у нас стоит далее давайте поставим раковину вот у нас раковина вот она так сейчас давайте на панель свойств угол зададим 90 градусов мы его поворачиваем 90 градусов так опять же меняем точку привязки нажимает control пробел и ставим вот сюда раковину отлично вот у нас ванная готова так далее здесь что еще мы можем взять значит у нас здесь пока только сантехнические приборы вот давайте раковину например поставим на кухню так здесь у нас унитазы так но давайте поставим мойку найдем сейчас мойку вот мойка и поставим ее на кухню вот сюда угол такая небольшая мойка поставим мойка у нас есть далее давайте нажмем стоп и откроем с вами вот а панели вот интерьер запустим данную команду вот посмотрите в менеджере объект строительства здесь открылся интерьер и здесь вот есть несколько вкладок вот первая вкладка это мебель 3d то есть все что мы поставим из этой вкладке это также будет при создании нашего дома в 3d отображена остальное это все в 2d то есть это этого отображено не будет ну давайте мы выберем что-нибудь для кухни так что тут у нас есть вот для кухни так это у нас сантехника тоже 2d здесь у нас выберем вот холодильник давайте вот такой холодильник выберем холодильник мы поставим вот сюда у стенки нажмем control пробел давайте вот сюда холодильник поставим так вот он пусть стоит здесь холодильник далее можно стол выбрать какой-нибудь давайте выберем стол так вот стол круглый ну давайте круглый стол выберем так вот круглый стол мы сюда поставим так далее давайте выберем на чем посидеть так выберем мы с вами вот скамью вот эту выбираем скамью сейчас вот она скамья опять же давайте повернем ее угол впишем 180 градусов панели свойств так и я нажимаю control пробел чтобы сменить точку привязки сюда в угол поставим так все скамья у нас стоит так дальше давайте что-нибудь в комнату поставим из мебели так ну а давайте вот диван поставим в комнату сюда давайте опять же поменяем угол у дивана пишем минус 90 градусов так и его поставим сюда у стенки поставили далее давайте нажму стоп и сохранюсь что все это у нас сохранилось так в принципе что еще можно в принципе 3d объекты достаточно создавать еще в спальню кровать сюда поставим то есть укажем что-то на спальня как расположение будет опять же запустим команду вот интерьер сейчас на все вкладочки загрузится вот у нас здесь есть мягкая мебель далее есть шкафы и комоды тренажеры давайте выберем мягкую мебель и здесь найдем мы двухспальную кровать так ищем бегунок опускаем вниз так это все у нас кресло где же у нас кровать спальная так 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 все диваны 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 вот вспомнил вот у нас кровати и тубочки есть отдельно вкладочка давайте сюда зайдем и здесь выберем выберем вот кровать двуспальня кликаем по ней и сейчас мы давайте установим и здесь вот так нажимаем стоп и давайте кликнем по кровати далее правой клавиши мыши и в контекстное меню выберем изменить порядок и давайте выберем за объектом и укажем объект вот спальня то есть чтобы у нас спальное слово было выше либо можно вообще куда-нибудь переместить здесь можно тумбочки поставить это уже на ваше усмотрение дальше давайте в гостиную диван создадим углу и все и так опять же интерьер давайте я сейчас войду вот мягкую мебель здесь выберу диван угловой давайте два вот он какой огромный давайте длину сделан 220 2200 миллиметров так и сейчас нам нужно повернуть давайте угол впишем 180 градусов я нажимаю вот и установим его нажимай control п что сменить точку привязки и в угол его сюда поставим диван у нас создан в принципе дальше можете на свое усмотрение расставить мебель как вам нужно и так давайте сейчас опять же нажмем по дискетке сохраним и создадим 3d модель и так нажимаем по кнопке построения 3d моделей нажимаем клавишу интер два раза и сейчас модель наша будет создана мы посмотрим как у нас сантехника расположилась как у нас на кухне холодильник со столом как у нас в комнате диван в 3d изображен и так вот 3d модель у нас создана так здесь у нас уже перекрытие все создались давайте посмотрим вот у нас посмотрите диван наш стоит вот наш диван вот у нас на кухне холодильник умывальник там стоит если так вот повернуть то видно да у нас вот здесь стол круглый и скамья принципе вот вся 3d мебель у нас стоит и также сантехника вот у нас ванна умывальник унитаз давайте это закроем и сейчас в принципе у нас все готово давайте перейдем к созданию крыши опять же давайте создаем новый этаж кликом по кнопке создать этаж название этажа давайте впишем сюда кровля так и далее давайте здесь выберем копировать этаж с вида и выберем вот этаж 1 высотная отметка давайте укажем вернее не высотную отметку высота этажа мы здесь менять не будем так как мы с вами сейчас создаем не этажа кровля высоту кровлю мы укажем при создании кровли единственное давайте перекрытие материал перекрытия также выберем бит он легкий армированный нажмем ok и сейчас укажем точку привязки давайте укажем вот здесь вот и и указали точку привязки и далее давайте в меню кликнем вставка и выберем лист вот мы вставили еще один лист далее давайте опять же отредактируем здесь кликаем по надписи пишем здесь план кровли нажимаем создать объект и далее нам нужно сейчас все здесь удалить все стены чтобы у нас остались только оси и так левой клавиш мыши удерживаем и рамочкой давайте выделим вот все у нас видите также оси выделились сейчас удерживая control кликнем вот по осям они у нас выделение снялось и нажимаем клавишу делает а вот у нас остались одни оси так давайте посмотрим какая же у нас кровля должна быть должна быть у нас вот такая кровля так и вот на модель подписчика посмотрим здесь видно да какая кровля вот такой же мы и будем создавать ну что же давайте приступим здесь на панели библиотека проектировать зданий сооружений давайте запустим команду кровля и здесь у нас в компас объекте открылась кровля здесь есть кровли простые круглые скаты под наклоном и скаты под углом давайте здесь в простых кровлях выберем тускатная кровля вот она у нас сейчас изображение и отображено и давайте зададим размеры так длина у нас будет 10000 тут все в миллиметрах не забывайте об этом 10000 длина так и ширина 8000 раз два три ноля так и давайте сейчас высоту зададим два с половиной метра то есть 2500 я нажимаю вот и укажем вот точку точку привязки вот вот эта точка клика и вот наша кровля таки вторую точку указываю вот наша кровля готова нажимаем клавишу escape давайте сейчас сохранимся я нажму по дискетке и сейчас создадим 3d модель давайте нажмем по кнопке построения 3d модели здесь нажимаем ok ok только одна кровля у нас будет перестраиваться и смотрим и так вот посмотрите кровлю мы создали но посмотрите вот на эти места вот видите да здесь у нас кровля не доходит до края стены и с этой стороны точно также не доходит и связь у нас получились слишком маленькие хотя там стоят 600 миллиметров на стройках это все почему произошло потому что давайте я закроем эту 3d модель давайте я удалю кровлю эту у нас это произошло потому что так сейчас у нас с вами наружной стены там идет привязка по грани и у нас стена снаружи до получается осей то есть вот вот наши оси и вот наша стена вышла снаружи до к нам и с вами точку привязки у кровли нужно сделать вот здесь вот и соответственно у нас ширина кровли здесь есть у нас кина 500 то два раза по 500 на ну 1000 до миллиметров на 1000 миллиметров величится и ширина точно также на 1000 миллиметров величится то есть поэтому у нас с вами кровли не доходило давайте сейчас вот эту вот точку здесь определим и с нее уже построим кровлю так далее что мы делаем давайте в панели геометрия мы запустим команду вот параллельная прямая укажем отрезок вот прямую указываем кликом и на расстоянии давайте здесь пишем расстояние 500 все у нас миллиметрах 500 я нажимаю вот вот она у нас это прямая нажмем создать объект эту нам не нужно нажимаем здесь по кнопке указать заново так одна прямая есть нас вспомогательная и давайте вот от оси один также на расстояние 500 миллиметров укажем на панели свой с 500 миллиметров также создадим вспомогательную прямой нажмем создать объект вот она у нас создалась это не нужно нажимаем стоп и вот мы с вами с этой точки и создадим кровлю все у нас будет хорошо кровля у нас по ширине и по длине как раз будет перекрывать стены и так опять же заходим в команду кровля выбираем тускатная кровля так длина мы уже не 10 метров а 11 делом 11000 миллиметров пишем сюда ширина 9000 миллиметров и высота также 2 500 так и указываем вот эту вот точку указали первую точку и второй на или же прямой нажимаем стоп вот наша кровля кстати давайте изменим еще с вес и опять же кликнем два раза по нашей кровли и в свойствах здесь у нас вот где размеры вот размер свеса по длине давайте тут сделаем 500 и здесь тоже 500 нажмем создать объект с весом и уменьшили кликнем по дискетке сохранимся и опять же нажмем на кнопку создание 3d модели посмотрим что произошло и так посмотрите вот наша кровля готова и здесь все у нас ведь и ровно свесы выходят у нас на 500 миллиметров все отлично вот у нас с вами 3d модель дома готова в принципе на этом наш видео урок подошел к завершению в следующем уроке мы с вами будем создавать фотореалистичное изображение данного домика жду вас в следующем видео все